друзья всем привет попробую сделать достаточно не объективно на те же то же время сравнение outlander brp 1000 и гепард 800 или 850 на ваш выбор тем не менее все-таки стоит взять допустим brp 1000 или новые гепард 800 и опять-таки это не объективное сравнение поскольку это разные техники разного класса но в целом они очень похожи между собой туристический гепард сделан назовем так похожей базе и как обертей взяты за основу много хотя у него рама от кота на литровый мудпро сделано с некими переработками но в то же время не уставит мотор реплика ротокса пластик очень схожий в то же время он не ломающийся ну давайте попробую все-таки это сделать как-то ну а дальше уже сами для себя сделайте вывод объективно ли не объективно это пройдемся по внешнему виду что принципе brp отлендер 1000 или 800 и допустим там неважно какие они этот этот очень красивый квадроцикл но у того и другого есть свои плюсы свои минусы например гепард 800 он будет поклеиваться выше чем бирпишка вот проценты потом буду говорить стоки например литр имеет уже гориллу или крипто д например идут на четырнадцатом диске сразу же изначально далее что допустим мы проговорим в стоке значит у литра уже идет вынос радиатора сделано очень грамотно в то же время у него есть остатные шторки ля которые же увидят они также сделано очень грамотно это его плюс далее моторы ротокс там стоит мотор и галкин здесь стоит ротокс по многочисленным отзывам и сравнений все таки ротокс является более надежно чем галкин хотя и тот и другой мотор достаточно очень интересные тяговиты далее например подножка убирки и у гепарда она фактически по форме идентичную я даже сразу даже дырки против совпадает но у гепарда она практически не ломающийся плюс гепарда также пластику берпи он назовем так хрупкий в то же время крепкий я бы сказал вот то вот здесь в целом гепард выиграть по пластику он крепче например что касаясь элементов демонтажа вот этих всяких разных то здесь она достаточно быстро на пистонах снимается разбирается очень удобно вообще убирки очень много элементов которые сделаны пистон что очень удобно вам не нужно там крутить гайки и откручивать и срывать винты вот в целом что прибор панеров достаточно спорная вещь и там и там она в принципе информативно и не вызывать каких-то нареканий например изначально здесь про систему охлаждения скажем так она сделана более интереснее грамотно назовем так она помимо того что вы носите здесь используется достаточно толстый радиатор ко всему прочему ради бачок расширительный уже выведена вот здесь же он под вот под этим пластиковым элементом располагается также на моторе имеется охлаждение дополнительно виде масляного термостат располагается на располагается вот где-то вот в этом месте термостат если я не ошибаюсь я сужу именно по инструкции далее то есть всякие эти выводы сделано в таком в таком формате они не очень заметно поскольку это все закрывается очень эстетически красиво баки топливные топливные баки здесь 20 литров у гепарда 30 литров гепард в данном случае выиграть по запасу хода нежели берки уберки мне кажется все-таки чуть побольше кушать но опять это не объективное сравнение баки разного объема вот так так система полного привода естественно на берки он выполн гораздо лучше поскольку он система висколог создается некое давление и как раз вращается одновременно второе колесо подхват гепарда то есть если она не нагружена то естественно она будет ненагруженное колесо будет сесть навращаться воздухе так называемый у нас будет три колеса крутить а 4 нет да конечно есть у него жесткая блокировку в ней также есть плюсы и свои есть минусы но в целом здесь реализация лучше сделано мне нравится больше и вообще многие хвалят и стараются использовать аналогичную систему стоки уже идут защита рук вообще в стоке можно дополнительные всякие элементы которые можно крепить от виде подогрева ручек там они уже как бы цепляется все к штатной системе то есть данном случае здесь уже все продумано кафры крепится там кафры спорная вещь но тем не менее это все очень делается на быстросъемах быстросъемах вот типа вот таких элементов которые они называются links и не вставляются защелкиваются и в целом это очень удобно сидухи практически идентичны но почему-то на берпи они как-то надежнее сделано далее вот этот бокс очень интересно сделал который располагается много разных вещей можно положить мелочь ну честно скажу но приятно допустим задний редуктор у brp является слабым элементом многие считают в целом это достаточно спорная вещь поскольку вообще из опыта как только начинает разбивать сбиваться крестовины то происходит именно как раз как это правильно выразиться разбивает игольчатый подшипник в хвостовика и как раз начинает уже разбивать все остальное поэтому если есть маленькие намеки на люфты кардана лучшими это за крестовины или кардан и используйте только оригинально потому что не оригинальной крестовиной не ходят особенно на ренегатах так что-то я увлекся идем дальше штатный значит нас уже есть такой бампер он достаточно интересно гепарда тоже из передней и задней бампер в целом давайте перейдем по ценам наверно все это объективно в целом если сравнивать гепард стоит где-то в районе давайте возьмем 800 тысяч рублей новый этот можно найти в районах в разных типозонах цены давайте возьмем именно рыночный который бывает это в принципе до миллиона рублей можно выбрать бирпи тысяча тринадцатого года с пробегом небольшим там в районе там от двух тысяч то полторы тысячи бывает и выше все зависит уже от состояния оснащения и оборудования в целом если взять люди привыкшие ездить только новой техники наверное стоит взять им гепард но из опыта многих людей которые владели ими есть недостатки особенно по электрике гепарда есть какие-то такие перебои с электрикой они с чем-то связаны также есть проблемы какие-то возникающие о извиняюсь по мотору значит какие допустим на роток все меньше приходится лазить клапаны крышки регулировать зазоры вот на гепарде почему-то это чаще уходит зазоры ну вот как то так это и есть некоторые это просто по желанию своему делают по мануалу и так далее по цене запчасти естественно на него дороже естественно дороже поскольку они допустим якобы оригинальный но в целом они сделаны либо в мексике либо в китае либо в тайване либо где-то либо еще потому что ну вот так вот они дороже ну при том что они ходят достаточно долго если ставить оригинал если ставишь не оригинал бывает он такой своеобразный то он ходит то он не ходит тут все опять же зависит очень все объективно поскольку каждый по-разному мы эксплуатируем технику кто-то жестче кто-то менее жалеет то более жалеет вот в целом будет так в целом подведя итог что все-таки из этого лучше всего брать решать только вам либо был литр но при этом это будет некий потолок и вам не нужно будет в последующем сравнивать технику и в каком-то моменте ездить на ней думать а вот же есть бирпи литр я вот буду на гепарде ездить и все таки я вот буду уделывать бирпи я тут часто не затюнингую там поставлю амортизатор там мотором сделаю там еще затюнингую здесь там сям и в итоге стоимость экономической этого гепарда становится очень несуразмерно высокая сами понимаете что в конечном итоге рано или поздно любую технику нужно будет продавать и вот поймите вот то что вы напихаете в гепард нужно ли это будет по следующему владельцу но вы вы захотите все-таки эти допы каким-то образом отбить используя например завышенную стоимость но вот вопрос сколько будет гепард продаваться вторичном рынке оставляет ну вот вопросы здесь как правило в стоке уже все есть и подогрева ручек там и все 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 большинство есть тут ничего особо сильно добавлять надо ради там только фару добавить и кататься и на вторичке они тоже пользуются очень большим спросом именно вот литры литры хмырьки ну поэтому здесь объективно я наверное рекомендую вам принять решение либо новая техника есть новая либо был ну такая достаточно надежная техника я вам скажу если слабые стороны как у любого квадроцикла достаточно надежно очень хороший подрывистый мотор прям ну прям вообще у литр что говорить про него литр есть литр вот поэтому решать вам что вам больше подходит что вам больше нравится что вам больше интереснее что все таки ваша душа говорит все таки литр был или же новый на гепард ребята этого решать уже вам желаю вам в принципе хорошего выбора смотрите выбирайте технику и принимать решение главное катайтесь не важно на чем вы на главное катайтесь и общение с вашими товарищами берегите себя обязательно одевайте шлем и не экономьте на этом ставьте лайки под этим видео не забывайте нажимать на колокольчик под видео и в принципе пора ребята работать всем пока